Добрый вечер, господа. Меня зовут Виктория Мочилова. Я работаю в Институте славяноведения Российской Академии Наук. И преимущественно занимаюсь историей и культурой Польши XVI-XVII веков. Вот та тема, которая была избрана организаторами для нашей сегодняшней лекции, нам вообще чрезвычайно интересно. Но обратите внимание, что наша сегодняшняя героиня Марина Мнишек, она родилась в 1588 году и погибла в 1514 или 15. Источники расходятся в датировке. Но неважно, видно, что она погибла молодой. Так вот, прошло 400 лет с момента ее появления на русском престоле. А интерес совершенно не снижается. Эта загадочная особа привлекает внимание историков. Среди современников это были мемуаристы, летописцы, это были духовные духовенства, конечно, поэты, писатели. Но, как вы помните, она занимает и некоторое весьма существенное место у Пушкина в Борисе Годунове. Причем Пушкин предупреждал, что прежде чем обращаться к его, Борису Годунову, следует непременно почитать Карамзина, историю российскую. Потому что, конечно, Пушкин следует за Карамзиным в своем описании событий, может быть, даже часто в оценке событий. Но далеко не только Пушкин. И поэты, скажем, XVIII века, они обращаются к событиям времен Смуты и к 1612 году, который был объявлен годом конца Смуты. Это, конечно, совершенно не так. И современные историки совершенно не согласны с этой датой. Но наши законодатели, российские, я имею в виду, совершенно не считаются с несколькими мнениями каких-то историков, а положили, как вы знаете, государственный праздник на день 4 ноября. для большинства жителей нашей страны отмечается неизвестно что, если так спросить на улице. Какого единства, какого согласия, ничего этого не было, никакого конца не было, никакого конца Смуты. Потому что она продолжалась и продолжалась. Это же была гражданская война, по сути, своей. В московском государстве шла гражданская война. И поляки, которые вторглись сюда, как якобы интервенты. Но они были интервентами, они вмешались в московские дела, но по просьбе одной из сторон воюющих. Но вы помните, как было дело. Я не знаю, надо ли напоминать, что некий... А? Надо, да? Хорошо. Значит, некий беглый монах, видимо, Григорий Отрепьев. Ну, понимаете, мы основываемся на тех документах, и тех материалах, и тех хрониках, которые до нас дошли. Да? Между ними, надо сказать, тоже нет единства. Вот. Это надо вот всегда помнить, что источники тоже разноречивы. Вот не только оценки, но и сами источники, сами тексты. Они спорят друг с другом, опровергают друг друга, что делает ситуацию, конечно, запутанной, но может быть еще более интригующей, еще более интересной. Вот этот некий Григорий Отрепьев, как вы помните, он решил выдать себя за царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. Царевича Дмитрия, который как бы был убит в Угличе, в семилетнем возрасте, как бы по приказу Бориса Годунова. И у Пушкина, как вы помните, Годунов и его теории, и мальчики кровавые в глазах. Не все историки согласны с этой концепцией. Не все считают, что убийство мальчика имело место, убийство, а не несчастный случай. И не все историки считают, что это был злой умысел Бориса Годунова. Надо сказать, что этот Дмитрий, который вошел в историю с эпитетом «самозванец», ну, как бы он сам себя позвал на трон, он удачно воспользовался временем, эпохой, потому что время, вот это время правления Бориса Годунова, а вы помните, что это был царь-то ненастоящий, да, он не был царского рода, он просто, его сестра удачно вышла замуж, и он таким образом при слабом царе был фактически регентом, сосредоточил в своих руках огромную власть. Но это было очень тяжелое время для московского государства, время и голода, и нищеты, и он не был любимым царем, и были разного рода неудовольствия, волнения, и Дмитрий, или там Григорий, если хотите, этот отрепев, пользуется ситуацией, ситуация смутная, ситуация непонятная, колебания, несогласия в обществе, потому что на фоне очень тяжелой экономической ситуации. И, как всегда, в такие вот бурные эпохи, в эпохи перехода от чего-то к чему-то, а это было, ну, в общем, скажем так, от средневековья к раннему новому времени, вот возникают какие-то такие фигуры. и Дмитрий, или лже-Дмитрий, если хотите, совершенно не был одинок. Вот самозванчество, как такая линия, прочерчивается очень сильно в русской истории. Мы знаем очень многих, он просто, может быть, один из двух наиболее знаменитых. Он был первый, а потом появился второй. Значит, он бежал из своего монастыря, добежал до Польши, добежал до графа, князя Вишневецкого, и как бы открылся ему, как бы, мы не знаем, был ли он действительно болен и при смерти, или он изображал это, но во всяком случае он сказал, что перед смертью он Вишневецкому хочет открыться, что он и есть царевич Дмитрий Иванович, сын Иоанна Грозного, что он не был убит в Угличе, а что он спасся. И вот дожил вот до этих лет, вот бежал в Польшу и хочет вернуть себе московский трон. А Вишневецкий, надо сказать, был зятем Ежи Мнишико. Ежи Мнишик – интересный персонаж. Отец Марины. Ну, тут очень, конечно, удачная картинка, но она, не с нее хотелось бы начать. Мы в этой сцене видим, как иезуит, а Марина была воспитанницей иезуитов, бернардинцев. Воспитывалась строгости в такой, значит, принципах религиозной морали, естественно, католической, естественно. И в данном случае эта сцена изображает беседу иезуитского священника с ней, который благословляет ее на вот эту вот московскую авантюру. Этой авантюре предшествовало то, что Вишневецкий говорит своему тестью Ежемнишику о том, что у него находится наследник московского трона, и он его хочет представить. И давайте его представим королю в то время Сигизмунта Третий. Вот у нас наследник московского трона, легитимный. А тот, Борис Годунов, который сидит на московском троне, его легитимность сомнительна. Он вообще не царского рода. А тут приехал царского рода. И это очень как бы соблазнительно. Особенно соблазнительно для Мнишика, который хочет поправить свое финансовое положение. А Дмитрий обещает ему в случае успеха, просит поддержки, конечно, военной поддержки, и в случае успеха обещает ему какие-то большие финансовые выгоды, во-первых. И они договариваются о том, что Мнишик отдаст свою дочь за Дмитрия. Таким образом он делает свою дочь польскую шляхтянку, воспитанную в католической вере. Он ее делает московской царицей. Это заманчиво. Вот в этих... А вы не могли бы сказать, вот как вот этот Григорий Атрепьев вышел на Мнишика? То есть в то время Ежи Мнишик был очень важной персоной порвеша. То есть почему он к нему обратился? Нет. Он началось с Вишневецкого. А Вишневецкий это? Это зять Мнишика. Атрепьев построил такую конструкцию или построил или... Ну, не будем сейчас говорить правда это или нет, но он как бы умирая при дворе Вишневецкого признается ему, открывается, что он на самом деле сын Ивана Грозного. Вишневецкий тут же это приносит к своему тестю и они решают представить это дело королю, который может быть заинтересован. Надо сказать, что Польша это все-таки шлихетская демократия и там существует это не модель правления самодержавная Ивана Четвертого Грозного, это шлихетская демократия и там очень сильный парламент Цейм и король не может без парламента что-то такое там утверждать или принимать какие-то решения. Так вот Цейм конечно же отнесся к этому скептически. Канцлер Ян Замойский сказал, что это комедия или Плафта или Теренция смешно какие-то переодетые фальшивые там. В общем, Цейм был против этого вмешательства в московские дела. Король как бы посмотрел на это сквозь пальцы, как бы самоустранился, но в Польше ведь господствовала шляхетская вольность. Там ведь каждый шляхтич, ну в самом случае аристократ, магнат во-первых обладал собственной армией и мог делать, был чрезвычайно свободен в своих поступках. Поэтому Мнишек сам конечно соблазнился и очень многие присоединились к нему. То есть на это не было высшего разрешения очень многие поехали в Москву как искатели счастья, поехали казаки, казаки подданные Польше. То есть большая такая большая двинулась армия. Марина как бы Марине в это время 16 лет. Понимаете, да, это девочка. Значит обсуждается в литературе вопрос был ли был ли это договор было ли это взаимовыгодная сделка вы мне помощь военную поддержку и руку Марины а я вам значит московский трон на Марине еще земли Новгород Псков ну как бы она становится московской царицей и ей что называется на пропитание вот это будут ее земли значит был ли это договор вот такого рода или это была действительно любовь которая вспыхнула в сердце так сказать Димитрия и в сердце Марины обе эти версии рассматриваются и обе имеют своих сторонников свои аргументы и свои доказательства но как бы там ни было Марина соглашается как бы там некоторые пишут что он был совершенно ослеплен ее красотой он был сражен он не видел ничего подобного среди русских женщин которых он мог видеть у себя на родине вот он увидел такой блеск аристократической польской красавицы немыслимой я не знаю может вы не согласитесь с такой оценкой потому что существующие у нас портреты ну как бы не свидетельствуют а какой-то уж особенно ослепительной красоте но тут надо еще учитывать ну вкусы да и представления о красоте какие были там в 16-17 веке и какие там господства сейчас вы придете в исторический наш музей и увидите ее портрет может быть вы не будете так ослеплены ее немыслимой красотой вот я сейчас я посмотрю да вот это родители это пан ежи то есть по русски русская транскрипция это имя или Георгий или Юрий ежемнишек и его жена вторая по-моему у них было довольно много детей и предприимчивый ежемнишек стремился поправлять финансовое положение он так сказать несколько и сдержался в дороге при помощи выгодных браков и вот этот вот сюжет с Марины и такие честолюбивые мечты и такие притязания вот это все могло бы быть замечательно да то есть ему это очень годилось вот портреты Григория Лжедимитрия и Марины описывается когда она въезжает в Москву хронисты мемуаристы описывают ее необычайно красивый костюм ушитый жемчугами драгоценными камнями это еще одно ее изображение он красавец я думаю в жизни она была очень красивой больше портреты это очень красивая женщина ну возможно во всяком случае понимаете какие-то памятники описывают ее как чистолюбивую властолюбивую авантюристку которая не останавливается ни перед чем чтобы достичь своей цели вот другие совершенно иначе освещают этот портрет говорят о ней как женщине исключительного мужества и стойкости которая много раз могла спастись но пренебрегла этим и гордо заявляла что она никогда не откажется от московского трона и вот их помолвка проходила в несколько этапов вот вот один из них очень интересно что первоначально в 1605 году помолвка происходит в кракове причем Дмитрий на нее не приезжает приезжает как бы его представитель какой-то Афанасий Власов теперь все знают его имя кто помнил кто знал какого-то там Диака какого-то Афанасия Влас теперь знают все он представитель будущего или потенциального московского царя на этой помолвке в кракове с польской стороны присутствовал сам король Сигизмунд Третий и как вы понимаете это придало большой вес этому событию то есть король как бы легитимизирует этого Дмитрия если он присутствует на его помолвке в кракове и дальше проходит какое-то долгое время Марина сказала что брак венчание состоит только тогда когда он станет царем когда это ее условие она не хочет выходить за искателя престола она хочет выходить за царя и стать царицей вот у пушки это тоже как вы помните повторяется но она медлит с приездом в Москву по одним источникам в частности иностранным она медлит потому что до нее доходят слухи о чрезвычайно разгульной жизни Дмитрия в Москве о его бесконечных романах кто-то из по-моему английских мемуаристов пишет что 30 девушек от него беременны и в частности что у него роман с Ксенией Годуновой дочерью царя Бориса ну во всяком случае Марина медлит наконец она въезжает в Москву и этот пролог к свадьбе становится или кажется некоторым прологом к возможному объединению двух стран Польши и московского государства двух стран которые как бы были так враждебны друг другу так много воевали а тут получается такой династический брак да и есть возможность реализовать мечту которая была в головах очень многих была и в 16 веке об этом говорили государственные мужи как Польши так и России что вообще-то чем иметь врага в лице там России да лучше сделать ее другом и даже родственником и раздавались такие голоса среди польской элиты что мы же станем самой крупной страной ну уж Европы да ну вы представляете что это если Польша Польша же тогда включала и современную Украину Белоруссию и Великое княжество Литовское и это необъятная Россия то есть это было очень заманчиво для многих представителей элиты русской и польской и вот такое вот замечательное событие как бы мы на пороге вот этого объединения которого все хотят все совершенно не все потому что я говорю только об элите потому что как вы понимаете противником этого выступало прежде всего духовенство конечно же православное духовенство что касается католического духовенства и особенно иезуитов то у них была мечта сделать Россию католической и именно эту миссию поручает Марине поручают ее иезуитские наставники и именно такое письмо ей пишет Папа Римский что ты как верная дочь церкви католической должна приложить все усилия чтобы привести Россию московское государство к ценностям истинной веры потому что как вы понимаете для каждой из этих христианских деноминаций истинная вера только их а другие называются еретиками схизматиками еретиками православные писатели даже не различают такого важного противостояния как противостояние католиков и протестантов они их смешивают в одном флаконе и говорят вот привезли маринку еретичку лютерку кальвинку иезуитку то есть вот через запятую для них это совершенно не смысл было различительно для них важно что это не православное значит это еретическое а эти едут с надеждой наоборот принести католическую веру и сделать тут всех католиками понятно что на это православное общество не могло пойти и не хотело и не было такого как бы то есть это стало все-таки такой миной ну незамедленного действия потому что она взорвалась очень быстро очень быстро марина я хочу найти вам тот кусок где еще вот это прелюдия увертюра счастья марина со своей свитой въезжает в москву и как как будто все счастливо начинается все имеют надежды совершенно ни на чем не основанное хотя хотя а внешний декор понимаете он очень впечатляющий очень богат вот в свите марины у нас все это ведь у нас существует например такой памятник который называется дневник марины мнишек но это никакой не ее дневник это писал один из членов ее свиты Стадницкий Мартин Стадницкий и если он описывает совершенно восторженно то есть понимаете мы имеем такие плюсы одни пишут особенно православное крыло что вот он приводит чародейку это это еретичка воруха латынская вера девка луторка и калвинка одновременно она все все вот хотя вы же помните что понимаете что борьба католиков с протестантами была может быть одной из самых кровавых в истории если мы вспомним там и рафламеевскую начну 30-летнюю войну и вообще это ужас но с точки зрения православного мира это как-то не 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 так важно или не так заметно и вот Стадницкий говорит гофмейстер марина марина марин Стадницкий он обращается к дмитрию и говорит захотел господь бог вашу царскую милость соединить с народом мало разнящимся с вашим народом в языке и обычаях равных ему по силе отваге храбрости в бою мужеству есть твердая надежда на счастье поскольку господь бог чудесным образом обратил сердце вашей царской милости к тому народу с которым и ваши предки роднились и ваша царская милость теперь соблаговоляет породниться пусть же притворная дружба совсем исчезнет в сердцах обоих народов пусть прекратится то свирепое и варварское кровопролитие между нами и вот некоторые историки даже указывают на м марина как на вдохновительницу подобных надежд да они вот ее торжественный въезд в москву это май 1606 года это это зрелище походило на сказку можно было поверить братскому слиянию славян представляете тут место конфессии звучит вот подчеркивается этнический компонент славяне братья русские превосходили поляков численностью и богатством своих одеяний зато поляки отличались воинственным видом и роскошью оружия оба народа забыв свои вековые разногласия шли под одними и теми же знаменами прославляя свою общую героиню молодая полячка как легендарная фея заставляла все сердца биться в унисон она была прелестна и лучезарна в своем шелковом платье но к сожалению сразу после свадьбы а вы помните что Марине пришлось царствовать 9 дней недолго было но надо вам сказать что Марина все таки стала первой коронованной русской царицы раньше до этого цариц не короновали ну просто тут была жена царя если она была неугодна она часто была неугодна вспомним недавнего Ивана Грозного очень просто решалась монастырь все она удаляется в монастырь третья четвертая шестая жена сколько угодно что за счет была бы охота вот а тут ее коронуют как царицу отдельно между прочим очень долго этот обряд не повторялся и в следующий раз короновали значит через много лет только жену Петра Первого Екатерину ее коронуют вот это была большая пауза тут ну то ли обожглись то ли это не в Московске не отвечало московским вкусом нормам правилам порядкам значит сразу эту Маринку еретичку лютерку обвинили в том что она чародейка что она чарами значит подействовала околдовала околдовала и вообще она ну совершенно демоническая женщина это так сказать мнение московского люда и во-первых они себя повели плохо Марина и Дмитрия с самого начала значит она ну скажем так избалованная или привыкшая к роскоши аристократическая польская девушка и Дмитрий ее просит одеться в русское платье ей это не годится и не нравится русское платье она хочет носить польское а первое время она живет у как бы матери Дмитрия которая его опознала да Марфа Нагая сказал да это мой сыночек какое счастье что он остался жив вот потом она признавалась что ну я же жить хотела как я могла его не признать ну вот значит это живет у нее но русские кушанье не нравятся поэтому Дмитрий посылает к ней польских поваров которые готовят то что ей может нравиться понимаете она заводит совершенно другие порядки русским женщинам это не нравится она ведет себя вольно свободно вот и это возмущает это возмущает особенно религиозных людей и вот например значит в некоторых текстах возникает образ богопротивного осквернения святыни что она попирает еретическими ногами и царское и помазание и брак и что они наполняют храмы бесами которые и венчали по своей воле и так я цитирую значит вольклорный источник вскочил пес со всескверной сукой и множеством латынин и еретиков и наглого сел на царском престоле и значит это была причина многих бед для всего народа московского и всея Руси они например она не стала причащаться во время брака и помазания не причастилась святых даров ну это это просто был скандал понимаете это совершенно непереносимо кроме того они отправились вместо того чтобы на молебен они отправились в баню это уж ужас без конца вот например такой замечательный текст все то князи бояре богу молятся да гришка растришка в мыльной моется да садушечкой самарины саюрьевной все князи бояре к обедне пошли они на службе они не на службу христианскую пошли пошли в парную баинку да 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 фольклорная конечно это вот народная точка зрения да вот образ этой маринки в народе между прочим если вы помните первый русский исторический роман Загоскина Юрий Милославский это 1829 года он как раз посвящен событиям смуты хотя написан там через 200 лет но память историческая жива так вот я цитирую Загоскина значит я был и в Кремле как этот еретик ведя беду неминучую прыгнул в окно да видно черт от него отступился не кверху а книзу полетел проклятый ему бы поучиться летать у жены своей Маринки сказал стрелец говорят будто бы эта ведьма когда приступили к царским палатам при всех обернулась сорокою да и порх в окно ну рассуди сам как можно чтобы Маринка обернулась сорокою ведь она родилась в Польше а все ведьмы родом из Киева оно кажись и так однако же вся Москва говорит об этом да она и теперь еще около Москвы летает неужели в самом деле вскричал купец я сам ее видел продолжал спокойно запорожец я видел Маринку в Тушине только лгать не хочу на сороку она вовсе не походит в Тушин вместе с Димитрием которого вы называете вторым самозванцем она величает своим мужем значит это вы помните что кончилась трагически эта история что поднялся бунт предводительству которому это вот второй ну у меня не в хронологическом порядке Дмитрий второй вы видите он совершенно не похож на первого тем не менее она его признала ну под давлением под уговорами даже отца который не хотел упустить такой случай вот это ну это хорошая картинка изображающая как раз освобождение Кремля от польского гарнизона с польским гарнизоном там вместе находились и московские бояре и в том числе будущий царь Михаил Романов но это как-то об этом не любят говорить особенно авторы вот этого придуманного праздника 4 ноября изгон это это князь пожарский который конечно думал это несчастная Марина которая убегает со своим рожденным вот уже от второго лжедимитрия ребенком его тоже потом казнили из Калуги ну это вот эта помолвка знаменитая это победа польского оружия в Смоленской войне и князь Шуйский вероломный привезен Гетманом Жулкевским ко двору Сигизмунда Сигизмунд сидит на троне и поклонение Шуйских Шуйских с братом так это Марина и Дмитрий до свадьбы это Дмитрий который якобы клянется иезуиту что он сделает Московскую Русь католической это ну это многочисленная научная литература не только научная но которая выходит а вот это очень интересно это совместный спектакль который поставил театр практика и Вроцлавский театр играли поляков играли поляки а русских играли русские это программка вот у каждого своя правда да драматург Курочкин который замечательно совершенно почитал все это чувствуется да все материалы хроники и так далее и создал на этом такую вот драму 1612 знаете я вам скажу что публика просто от смеха рыдала сползала на пол катался выдержать было невозможно а я потом спросила у вроцлавских актеров да они делали так что поляки говорили по-польски актеры а русские по-русски но они повторяли реплики там а ты отдай мне полоцк что полоцк тебе отдать да вот так они переводили я спросила у вроцлавских актеров ну показывали ли они это в Польше тоже они сказали что да и я говорю и как как вы можете сравнить реакцию они сказали интересную вещь смеялись в других местах польская аудитория и русская аудитория смеялись в разных местах вот и вот этот замечательный спектакль но он не то что играется постоянно понимаете это какой-то был видимо однократный акт московский театр практика нет что я говорю театр док извините поехал туда один раз а эти приехали сюда один раз так что это не то что ну может быть есть какая-то запись это марина с первым лжедимитрием в самборе перед расставанием это опять поклонение шуйских царю вот гетман жулкевский приводит шуйских к царю на поклонение из этого тоже сделан какой-то такой пропагандистский шум что вот поклонение царя шуйского шуйский в этот момент уже давно не царь его свергли его насильно постригли в монахи и жулкевский его взял из монастыря и как пленного привез в Варшаву это понимаете да это не царь но польская сторона вот значит это фрагмент битвы это последние минуты лжедимитрия первого он выскакивает из Кремля значит и в окно потому что толпа которую подзуживал шуйский разъяренная толпа хочет его убить он прыгает в окно погибает и его как вы знаете обнаженный труп валяется там по-моему на лобном месте многого дней они его добивают да да они конечно но он там что-то ломает при этом падение и ну зверское в общем убийство жестокая очень кончина но Марина этого не видела она была в это время в своих покоях она слышала шум и ее укрыли ее укрыли там по одной легенде что в кринолинах ее фрейлины в всяком случае она спаслась и она его не видела мертвым и это была как бы возможность опознать лжедимитрия второго хотя она этому сопротивлялась она не хотела его познавать когда ей сказали что Дмитрий первый не погиб а жив и вот можно его там видеть она стала петь веселиться это было такое счастье но потом один из польских сопровождающих ей сказал ты поешь и веселишься а это совсем другой человек и она переживает эту драму сначала отказывается его признавать но потом все-таки поддается на уговоры в том числе отца признает его и живет с ним каким-то образом не знаю счастливый или несчастливый на всяком случае когда его убивают она рыдает и бегает простоволосая по Калуге умоляя горожан отомстить за кровь лжедмитрия второго у нее рождается ребенок во всяком случае ее судьба очень трагична но вот какой она была была ли она игрушкой в руках отца иезуитов такой пешкой была ли она чистолюбицей и властолюбицей и авантюристкой которая могла переодеться в мужское платье скакать на лошади поднимать боевой дух войска говоря что смотрите вот я женщина а я не боюсь и она это делала неоднократно она с большим достоинством я бы даже сказала высокомерно отвечала королю Сигизмунду третьему когда он ей предлагал она могла спастись она могла переехать в Польшу сказала что никогда никогда я не откажусь от своей московской короны я законная царица московская и не спаслась и тем самым но подписала и смертный приговор своему этому маленькому ребенку которого тоже казнили вот и этот мерцающий образ загадочный да властолюбивой авантюристки или безумно влюбленной женщины в кого она безумно в лжедмитрия первого в дмитрия второго в лжедмитрия и нет в зарудского нет а лжедмитрия это первый муж куда дался нет он не был ее мужем он муж сестры а муж сестры он да его ну зять говорите зять но там было детей у него было девять человек детей у Мишика так что он ему был кого выдавать и удачно нет 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 это это был муж ее сестры вишневецкий вот и то есть в ней все так сплетено что очень сложно спрямить этот знаете противоречивый характер состоит а кроме того можно заметить некую эволюцию если она в начале своего этого пути на царский трон может быть и молчалива может быть и покорна воле отца то потом она вырастает в какой-то героический образ с такой амазонки которая скачет на лошади в мужском костюме с оружием которая поднимает в бой которая отказывается спасаться чувство собственного достоинства может быть она за эти десять лет как-то внутренне вырастает может быть ее дух как-то окреп вот но противоречия которые мы обнаруживаем в разных документах они все-таки свидетельствуют о яркости неоднозначности этой скажем так выдающейся личности и никто заметьте вот никто не занял такого места на русскоисторической сцене или в русской литературе и в мемуаристике в текстах разного рода я имею ввиду иностранок вот она пожалуй остается таким единственным таким персонажем влекущим пугающим сплетенным из противоречий вот но я благодарю вас за внимание не могу больше его задерживать если может быть есть какие-то вопросы то пожалуйста конечно она называлась по-разному потому что одна часть называлась Украиной одна Червонная Русь она была присоединена к Польше в 14-м веке а до этого на вашем состоянии не существует? была Галиция была ну в общем это были просто украинские земли земли там были своих миссия изначально Украина она край русского государства? нет почему? это был другой один из славянских народов у которого был свой язык и свои князья нет нет почему же она называлась Украиной это как бы край не она называлась смотрите вот если вы видите карту Украины вот этот кусок называется Украина этот называется Галиция это называется Волынь этот называется Подоле это потом название части перешло на как бы всю территорию она вся так не называлась но это вопрос не совсем можно коротко само слово Украина он был словом нарицательным и значил тоже что сейчас Украина но это была могла быть окраина любого из княжств ну конкретно там были некоторые допустим где Переславль Хмельницкий находят сейчас вот там тоже была Украина своего какого-то княжества а потом это имя нарицательное стало именем собственным и конкретные Днепрянские земли стали называть уже Украиной с большой буквы и вот именно это название оно дало это предок современного слова которое дало название к государству изначально Украина это значит край какой-то земли какого-то княжества Украина это был край один понимаете большой территории населенной украинским населения как в другом случае будет например стермина немецкая Украина которая есть в русских лет Московская Украина Псковская Украина по московским Украина говорится ну как бы край а в польском языке есть слово крессы вот это тоже граница окраины и в крессы это и Волынь и Подоля и да и Литва крайние границы государства вот так у меня вопрос можно я все-таки не очень понял я понимаю так что юридически между Россией и Польшей войны не было когда вот во время смутного времени значит было что частное предприятие польской знати частное предприятие да многих нет да некоторых предприятия то есть Польша войны России не объявляла нет то есть межгосударственного конфликта не было не было польский король вот этот Сигизмунд третий он отвоевывал Смоленск и он долго стоял под Смоленском и он хотел его взять он хотел его отобрать он считал что это исконная польская земля здорово в таком случае у меня вопрос простой так все-таки юридически была война или нет если под Смоленском воевал корон да под Смоленском воевал и довольно долго воевал и героически оборонял Смоленск Михаил воевода Михаил Борисшин впоследствии казненный за сдач совсем другие дела вот там идет война я понимаю так смотрите в России расслабленный государственный организм в России вы сами себе отвечайте а вина ладно хорошо у меня вопрос с вами она призвала шведов себя на помощь а Швеция была в конфликте с Польшей не у Стихмута был конфликт так как он претендовал на шведский престол и когда Россия простила шведов немного повоевать против второго самозванца больше сказала ага нарушить наш первый договор я думаю что такое сейчас я думаю мы сейчас говорим о потоке это было ровно вперед смута когда шведский призвал шведов на помощь за ним вопрос нет договор так все-таки вопрос может быть вы вдвоем поговорите да 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 вы сказали что ее царство длилось 9 дней да только ну легитимно она считалась царем она считалась царем целовали крест ее помазали на царство ее просто через 9 дней убили Дмитрия и она бежала понимаете она реально ну не царствовала неправильно но она считала себя царицей пока ее не убили ну я бы хотела спросить все-таки как же могло так случиться что она католичка венчалась в Москве то есть у нас совершенно другая вера как же их венчали все-таки вы знаете вот это вы просто называете самый больной вопрос самый болезнен в то время на Руси когда двумя перстами крестились земные поклоны клали под булавочку ходили в сарафанах и то есть все было очень строго это до Петровской Руси и вообще это уму непостижимо как вообще могли именно поэтому его и сверкли и ее казни потому что это было абсолютно непостижимо для православного сознания тем более что она они многое нарушали они вели себя еще даже если они так одеты то есть коноземцы это вообще это причина вот это и была причина понимаете и падение Дмитрия и ее падение они действительно там были большие нарушения в обряде просто на это хотели посмотреть сквозь пальцы понимаете на эти нарушения что вот они не причащаются святых дорог признала наша русская Мария Нагая Мария Нагая она сказала я жить хотела а ей пригрозили что ее убили ну на это если она так сказала то мы легко можем реконструировать что ей так пригрозили а что же я скажу иного если я у меня такой вопрос я примерно знаю взгляд на Марину со стороны русской стереографии а взгляд на нее больше об этом кроме как но части Валешевского мне сложно судить что они ищут исторически вы знаете вы знаете тоже нет единственной я не могу сказать что есть какой-то единый взгляд у нас тоже хотя бы некоторые взгляды ну что российские точки хотя бы эволюционировали демонизации признали что это была просто еще одна жертва смуты а что же творишь это была не наземка как они смотрели на ее значит некоторые смотрели как на авантюристку которая значит смотрите те кто считали Дмитрия узурпатором и самозванцем то что она вступила в союз с узурпатором и самозванцем бросал тень на нее то есть она поступала нечестно а уж Мнишек это вообще человек который с корысти готов просто на все потом там должен был объясняться на сейме оправдываться юлить что-то такое а современные историки что говорят больше современные историки тоже видят сложности многообразия этой натуры с одной стороны ей нельзя отказать мужественности это все тоже как-то подчеркивают потому что и когда Ян Сапега ей предлагают помощь и поддержку и спасение отказываются да понимаете это женщина хрупкая молодая женщина сколько ей лет в этот момент 1588 года в лет 20 примерно да понимаете можете представить тем более женщина 17 века воспитанная в таких довольно терричных условиях в поместье с монастырскими воспитателями абсолютно не представила вот такая вот твердость мужества достоинства такое как бы чувство собственного достоинства это отмечают многие но как они это больше негативно или позитивно потому что российская история больше негативно ну вы знаете ведь все-таки когда пирлинг иллюстериалов публикуют документы документы эпохи в этих документах же есть разноречия есть значит может быть ее там вот знаете какой какой есть какой обсуждается вопрос она субъект или объект вот понимаете вот это очень интересует она субъект истории или она щепка которую закружил вихрь исторических событий или она участвует она действует вот это это очень интересно ну и тем кто конечно занимается гендерными исследованиями но тот уж Марина конечно самое что ни на есть лаковый кусок вот скажите пожалуйста какие все-таки были отношения с Заручки это первый вопрос и второй если вы видели последнюю экранизацию Ивана Грозного ну вот с Безруховым вернее Годунова как вы относитесь к его плащению как вы его платили представили нашим кинематографом Борис Годунов это да да извиняюсь вы знаете мне очень понравилось да фильм мне понравился в отличие от фильма «Притинентка» 1612 который по-моему ниже критики это сцена где Марина лезет к филариту Роману предлагает ему себя даже эта сцена то что Марина отдает себя Демитрию добраться это вообще вопрос Марина в этом сериале «Отвратителем» и не разве это сериал «Отвратителем» я сказала про последний сериал «Отвратителем» а ой извините этого я не видела я видела просто фильм «Борис Годунов» «Борис Годунов» нет не «Борис Годунов» сериал 17 серий прошлого года сериал 17 серий вам понравился извините нет нет я не смотрю сериалы первые две очень хорошие две-три нет это я не видела а потом там есть такие вымыслы мне было чудесно да-да пожалуйста 17 серий снято какие-то были отношения к здоровью интимные конечно конечно нет ну почему об этом пишут многие авторы многие авторы я уж не говорю про Пушкина который тоже так как нет он говорит она ни перед чем не остановится а он базируется на кромзине конечно ну господа никто из нас не был свидетелем значит мы опираемся на то что писал Маржерет да который участник событий Маржерет ничего не писал о Заруцком нет не о Заруцком он пишет изнутри он был в Тушинском лагере он был понимаете мы смотрим на документы но ведь документы тоже авторы тоже подвержены какой-то идеологии своей понимаете на каких языках читала Маниши если возможно ну вы знаете она бесспорно читала по латыни потому что все так сказать ну это входит в католический обряд конечно богослужение латинское богослужение конечно это же вот именно протестанты пытались ввести язык переводить Библию да именно польские протестанты я имею ввиду но против этого же иезуиты выступали а вот можно в продолжении того что вы говорили вот есть такая гипотеза ну там много очень всего написано что Мишика их семью и боеводу он правильно боеводу то есть это губернатор то есть это может быть можно сказать что это генерал да это высокопоставленный боевначальник который имеет право командовать армию да то есть это ну я не знаю министра вороны можно так сказать нет он министра вороны он в своем в своей губернии боевода это губернатор и что вообще они были связаны с орденом иезуитов им давали четкие инструкции что вообще нужно там захватить Россию и вся вот эта авантюра придумана с этой целью что они приехали в Россию и у нас огромная территория они приехали как соеватели и основная цель это пропащение России уничтожение православной веры и совершение католичества значит смотрите у иезуитов была такая идея и они считали что если монарх сейчас у них есть царь что такая идея у них сделать православных католиками ну вообще да как это нет это что-то такое век перепутил и те и те христиане вот они вообще вся эта свадьба была придумана с целью заявления России согласны с этим нет не только я но и нормандес потому что значит огромная Россия мощная и сильная и эти мелкие полки каких-то там искателей приключений них они не могли даже иметь такой такой мысли что они могут покорить эту Россию речь шла о том захватить трона да посадить на трон причем некоторые при этом хотели унии то есть объединение двух государств и так когда мы Россия больше а Россия больше объедините да тогда это была называлась речь посполитая они этого и хотели понимаете многие этого хотели стать самой сильной страной вот но понятно что этому препятствовали вот эти конфессиональные различия вот я прошу прощения Скрыльников пишет когда была свадьба после обряда значит поляки были удалены из храма и был проведен обряд это Скрыльников пишет по православному обряду венчали по православному обряду в полном соответствии со всеми экономиками они не причастились святых тайн вот это вопрос потому что церковь такой прямой претензии не предъявляла нет 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 вот я и говорю что наши источники которыми мы пользуемся они тоже разноречивы и возмущение вызывало именно нарушение православного обряда это вполне возможно что да был очень звук такой на самом деле обрядах это было как я понимаю два один был обряд действительно вот такой как вы описали потом из храма были поляки и наземцы удалены и был бы православным и был проведен второй обряд по православному обычаю вы знаете с этим браком вообще там же много тайн с этим браком еще есть такая замечательная вещь если Марина признала лжедимитрия второго своим мужем вот тем да подтвердила это то зачем она с ним венчалась а она с ним венчалась понимаете тогда не надо венчаться если это твой тот же муж дождь и вот уже этот брак тут она пренебрегла своими он вот этот брак вторым произошел по православному обряду тут она как бы проглотила нет и второе я имею ввиду именно первый который был в 1606 году именно этот брак именно этот обряд имею ввиду ну вот видите ну вот есть источники что это было частично что это было нарушено и это вызвало скандал нет ну скандал там был с самого начала когда еще директор старецкий пишет с польской стороны а если посмотри русские источники там скандал был с самого начала еще при въезде в Москву но понимаете ведь что касается бояр не бояре это класс это разные бояре совершенно они просто там был братанья поцелуи мстиславский который делатель царей да федор мстиславский он вообще умолял он хотел царевича Владислава на царство но при этом прошу прощения было выдвинуто условие что Владислав переходит в православие было выдвинуто такое условие причем условие абсолютно категория но а Сигизмунд же на это не пошел да Сигизмунд на это не пошел сок почему ничего не случилось что не пошел с там жителей ты рассказал какая разница этого и то христианская век и его христианская нет мы сейчас говорим про Сигизмунда третьего и его сына Владислава про это еще когда Сигизмунда приглашала Сигизмунда Сигизмунда последний вопрос пожалуйста возможно ли предположить а вы подтвердите если это так что в том сценарии который создавали все участники этой истории есть частная переписка между этими двумя персонами частными какими между Мишеком и Дмитрием и Рэм Дмитрием частная переписка ну можно предполагать она будучи в Варшаве будучи здесь в Москве уж какая-то эта переписка наверное между ними частная была неужели ни одного документа ну вы знаете до нас совершенно не все дошло а вот переписка Мишек со своими родственниками больше вот она вообще существует вот из Москвы она пишет своим родственникам отцу нет но отец долгое время находится вместе с ней так же нечего ему писать а он с ней в Ярославле и потом только он уже ну есть письмо бабы Римского к ней вот я не знаю степень подлинности я руку на отсечение не дам но оно есть известное опубликовано мы наверное должны уже большое спасибо это не вопрос у нас есть имена предводителей вождей офицеров например мы знаем польский гарнизон который стоял в Кремле да список его есть ну конечно нет это и опубликованные вещи но никто вам не опишет рядовых и гусар по именам и казаков понимаете их же сотни рядовых я не встречал таких списков а эти все струси все все эти шляхто да конечно 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 да в руке спасибо вам господа спасибо 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 спасибо